о чем говорят меня зовут дмитрий щеглов это о чем говорят мы продолжаем тарас сам русский также на связи в первом эпизоде мы поговорили про нет методику такого применения публичной процедуры почти что демократической при отборе кандидатов и будущих деле будущего директора пост руководителя департамента культуры и спорта в автономном округе и применимость этого опыта в сургуте сейчас поговорим про лифты вот у меня есть тезис который может быть тараса спорит может быть согласиться вот сейчас обсудим мне кажется что в современной россии лифты становятся все больше похоже на самолеты раскрою смысл самолеты в принципе считается вообще авиатранспорт считается одним из самых безопасных в мире но только при одном условии если у тебя есть самолет которому есть авторизованное качественное обслуживание и авторизованные качественные его собственные подходящие ему запчасти потому что если у него не не будет ни обслуживания не запчастей то скажем так шансы на то что он будет летать так же надежно как он летая летал до этого снижаются мне кажется что вот современной россии еще слава богу пока держимся полтора года санкций и как говорят нам некоторые средства массовой информации примерно 1 и 2 миллиарда долларов серого импорта запчастей которые пролезли в россию через там какие-нибудь там разные лазеечки позволяют до сих пор самолетом в россии летать как минимум нормально есть лифты мы знаем что это данные наших федеральных сми что примерно в половине регионов россии десятки тысяч лифтов вообще сняты с планов по замене хотя заменять их надо и в принципе мы довольно много пользователей именно импортными импортным лифтовым оборудованием и российская как бы российские компании может быть даже не смогут даже физически покрыть эту потребность и мы приходим к выводу о том что с лифтами может быть случится примерно то же самое что с самолетами то есть из-за отсутствия обслуживания ремонта детали и так далее и замены их вовремя они может быть начнут меха говоря портится и собственно что нас натолкнуло на разговор в нижневартовске лифт сорвался три женщины были внутри все живы слава богу но как бы у нас подобные ситуации не стали скажем более частыми как ты видишь эту эту историю и вообще что будет теперь с нашими лифтами сможет ли россия не знаю перейти на китайские лифты на вьетнамские на кубинские лифты венесуэльские какие еще они там бывают чтобы как бы покрыть всю необходимость потому что их понятно дело сотни тысяч по всей стране они должны как-то работать что нам мешало в досанкционные времена перейти на китайские кубинские вьетнамские северокорейские иранские лифты непонятно раз уж у нас аналогии самолетами то расскажу маленькую историю как мне вот один из важных в авиадуст в авиаиндустрии людей сказал год назад отвечая на мой вопрос как же теперь будем летать ответил ну будем летать как в иране летает жира вот вот прошел год и он на эту же тему высказался уже несколько иначе долетались то есть проблемы безусловно есть несмотря на наличие серого импорта как на днях я прочитал где-то новость в ленте одного из западных же экспертов значит запад не контролируют санкции против россии но это говорит о том что видимо доля серого импорта гораздо больше чем ее официально представляют но те страны которые вели против россии санкции и по прилавкам в магазинах по ассортименту там в магазинах промышленной группы мы видим что да видимо это не лазейки серым импортом это видимо какие-то просто нормальные такие каналы поставок вот хорошо отработаны но это все бравада безусловно санкции сказываются и безусловно ситуация с теми же лифтами как с важным важными техническими механизмами до от которых зависит жизнь здоровья граждан усугубляется и как бы не спасал в краткосрочной перспективе серый импорт понятно что без полноценного производства обслуживания лифтов как и самолетов будет только хуже стоимость обслуживания лифтового хозяйства будут расти вот вот я про это хотел сказать что авиакомпании это богатые они все могут позволить там день завестись из через какой-нибудь там через казахстан через киргизию да там тебе себе все эти там детальки которые им нужны но лифт это прерогатива жильцов и жильцы должны скидываться на эти лифты вот и и когда вот им начнут показывать все эти расчетки что чтобы привести лифт такой же как у вас и заменить его и поставить это будет стоить на x2 там x3 от того что было раньше они они могут удивиться мягко говоря и как бы у них то лишних денег то скорее всего как раз и нет ну я не думаю что сейчас встанет вопрос о замене лифтов и по-моему строительство лифта лежит не на плечах граждан до квартира съемщиков а только обслуживание но это детали это надо уточнить но безусловно расчетки будут дорожать и в том числе по строке лифт она по-моему сейчас одна из таких самых подъемных да вот в расчетках но тем не менее удорожание произойдет но опять таки и не в этом даже проблема я честно говоря не очень себе представляю каких лифтах мы говорим большинство лифтов которые я в россии вижу в жилых домах это какая-то ужасная жуть и ничего восхитительного да как бы в этих лифтах нету ну то есть какие-то лифты как правило те самые лифты самого дешевого отечественного производства может быть даже уже и не отечественного вот все дома точно знаю что из могилева лифты это белоруссия они еще будут и кто у нас там еще делал ну я боюсь соврать мы теченский завод у нас вагоны строят для меня я я просто мы можем углубиться да нет мы делаем лифты как бы все но те самые советские лифты вот из фильма ирония судьбы вот лифт который в любой девятиэтажки в сургуте с 80-х годов установлен вот эти вот лифты мы наблюдаем в новостройках лифты немножко по модерновии выглядят но это только потому что пластик имитирующий деревянные панели и пластиковые же кнопки вечно сжигаемый да значит вандалами заменили на железную отделку но этот лифт точно также трясется громыхает скрипит пыхтит в общем как старый самовар пока там доедет до нужного этажа вот опять-таки вспоминаю другой разговор с другим человеком из авиадустрии вот я приведу вот его маленький рассказ как бы про самолет ту 134 я там прилетел откуда-то на душ на тушке вся такая поношенная пожеванная ну потому что они эксплуатируются с конца шестьдесятых годов и и не андрей зернович мартиросов на мой вот вопрос на как это вот может летать он сказал ну ты ничего не понимаешь безусловно сети боинг это круто это было еще до эпохи боингов это вот когда еще авиакомпанию itr эксплуатировала только наши отечественные самолеты в частности ту 134 и ну в общем то его рассказ меня настолько успокоил перестал как беспокоиться по поводу вот выживаемости своей до во время полетов на этом самолете потому что потому что оказывается все это можно подкрутить подтянуть там если перемерз трос который напрямую значит механикой управлялся вот этим вот рулевым механизмом на хвосте самолета то был специальный лючок который можно было специальным молоточком значит отбить ото льда и самолет продолжал были те себе спокойно то есть но понятно наш разговор был очень ироничен да как бы мы подтрунивали друг на другом но в целом он сводился к тому что у вот этой всей советской техники гигантский запас прочности собственно я к лифтам кстати тушки до сих пор прекрасно летают действительно если поддерживать авиатехнику хорошим сервисном состоянии то она может летать надежно долго но не очень экономично это на понимать вот то же самое будет с лифтами будут они ездить я не думаю что лифт нижневарске сорвался из-за санкций да я думаю что видимо все таки надо проверять качество на качество как качество работы управляющей компании или сервисной компании лифты срываются во всем мире зайдите в youtube пожалуйста посмотрите там миллиарда тех роликов и не только в россии они прекрасно свободном падении летают вниз и мы говорим о лифте который тебя довез до нужного этажа или мы говорим о каком-то уже комфорте которого действительно современный лифт который к сожалению видимо долго еще очень в россии не увидят типа лифтов там производители от кона и отис вот кстати на эти все марки тоже прекрасно попадает в россию все попадают все комплектующие и я чего-то не слышал что там в сургут нефтегазе или газпроме лифте остановились да все работают все прекрасно значит все функционирует поэтому я думаю здесь надо немножко сбивать пену не паниковать и понимать что десятки тысяч лифтов которые сейчас в россии выведены из эксплуатационного регламента как сказал да это не какое-то практическое действие управляющей компании а некая бюрократическая процедура я думаю видимо мы прошли их нельзя перестать эксплуатировать до прокуратура придет и просто там их заменять как будто бы не планирует ну значит и планируют переводить в какой-то другой статус и в другой ремонтный регламента там сервисный регламент до регламент обслуживания вот то есть как-то выкрутиться будут ли они падать я надеюсь что нет будут ли они удобные хорошие нет но они не были такими большинство наших лифтов да будут ли дорожать строчка в расчетках да будет ли возмущаться народ очень любопытно посмотреть заряда за реакции вот где предел вот этого долготерпения людей но опять таки у нашей власти есть на все прекрасный универсальный ответ товарищи коммунальная плата в российской федерации одна из самых низких в мире ну что же вы возмущаетесь вот ну поиграют на этом аргументе если где-то не дай бог что-то произойдет с каким-то лифтом там с травами или жертвами дай бог человеческими но будет очередной кипиш будет информационная компания господин бастрыкин будет опять брать под личный контроль вот через три дня все это будет забыто и так вот продолжит россия матушка жить со своими выведенными из эксплуатации лифтами ну что ж да много чего нам предстоит интересного узнать хорошо подписывайтесь на наш канал на ю тубе ставьте лайки читайте нас в телеграме читайте нас на seapres.ru через неделю вновь встретимся чтобы поговорить и обсудить что было интересного в сургуте и наших окрестностях до новых встреч до свидания спасибо всем друзья всем пока